Там, откуда мы приехали, в Эстонии, такие вот помощники. Они у нас стоят в каждом доме, в каждой квартире. Вот как вы думаете, что это такое? Мы знаем, что у вас тоже уже четочное. Да, это специальный любовь, который улавливает, если есть огонь, он включает систему воды и вода рвется. Так, ты как думаешь? Я думаю, что если там заходит дым, она дает сигнал. Молодец. И ты тоже, ты правильно сказала, есть такие тоже специальные сплинтненные системы, которые, когда уже температура высокая, тогда начинается вода течь, как бы автоматически тушение. А это маленький такой наш домашний помощник. Мы его устанавливаем обязательно. Куда, ребят, как вы думаете? Фонарик. Все-таки это средство безопасное. И, как мы говорим, чтобы вот спички дома, желательно, чтобы всегда лежали повыше, чтобы ребенок не мог достать. Я тебе дам посвятить вот что-то тебе. Спичками, спичками. Держи. Возьмешь? Нет. Молодец. Молодец. Понимаешь, что это брать нельзя. А вот это подойдет? Подойдет. Вот молодец. Вылезай. Спасибо, специально. Куда мы должны позвонить. А какого номера? 9-11. Молодцы. Цель нашей делегации – договориться и начать здесь помогать развивать направление преимущества, несчастных случаев. Системно развивать это направление. Здесь у вас, в Молдавии. Конечно же, у вас, вы так поняли, что у вас сейчас занимаются по регионам с детьми, развивают преименцию, обучают детей в школах. Но немножко здесь нужно наладить систему общей координации по регионам. Это у нас работает очень хорошо. У нас с 2001 года количество погибших при пожарах сократилось в три раза. То есть было где-то 160 человек, сейчас у нас 57. Мы, значит, информируем людей. У нас три направления. Мы информируем людей, делаем социальные кампании, медиа-кампании, инфодни, дни безопасности проводим людям. Также обучение от детского сада до людей пожилого возраста. Что хочу сказать. Вот недавно был задан вопрос, каким образом дети усваивают эту информацию, допустим, даже если в игровой форме что-то было проведено. Но поскольку у нас уже за несколько лет выработана система, мы начинаем с детьми заниматься с дошкольного возраста. Обычно это старшая садиковая группа, 6-7 лет. В то же время идет постоянное повторение. Так что мы рассчитываем, что именно поколение, которое вырастает, уже умеет правильно себя вести. И таким образом риски уменьшаются. Мы представляем специальный запорта на Эстонии. Меня зовут Наталья Олегдина. Это мои коллеги Марина Молчанов и Галина Аздова. Стратегия нам дала то, что мы смогли сформулировать большую цель. То есть стратегию мы составили в 2006 году. И стратегия была рассчитана на 5 лет. До 2011 года. Большая цель. Что она дает? Она, знаете, как моя. То есть мы к ней шли каждый год небольшими шагами. И тот нас не требовал больших рывков. Но когда мы видим, к чему мы должны прийти, к большой цели, к большим результатам. Это стимулирует людей быть активными, не сдаваться. Потому что тоже было много трудностей, как, так сказать, развить это направление, новое направление превенции. Потому что сразу не все верили в это направление. Нам пришлось это как бы им доказывать. Что мы на верном пути. И эта новинтивная работа все-таки станет приоритетной в стране. Почему я уже сказала? Что намного дешевле предупреждать несчастные случаи, чем заниматься их последствиями. 2009 года дымовой датчик, детектор дыма, как его еще называют, он у нас обязателен по закону. И к этому мы тоже шли постепенно. Нерез. Ну и также мы определили, кто будут нашими партнерами по превентивной работе. Кому тоже важна эта тема. Ну все эти организации, так же вот полиция. У нас есть департамент, занимающийся безопасностью движения на дороге. Департамент шоссе на дорогу он у нас называется. То есть мы уже определили для себя, кто будут нашими партнерами. И какие у нас есть для этого возможности. Продолжение следует... Продолжение следует...